Сегодня мы в очередной раз отправимся охотиться на паранормальных существ в GTA 5, но перед этим давайте сделаем себе защиту от монстров. Чтобы её сделать, нужно всего лишь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды. Посмотрим, успеешь ли ты. Поехали! Ударный отряд Браво! Слушать мою команду! Только что я получил распоряжение от начальства о том, что нам нужно выдвигаться в лабораторию Лос-Антоса для устранения катастрофы, которая там произошла этой ночью. По нашей информации, там был совершён побег опасных объектов SCP, которые прямо сейчас находятся на свободе. Весь персонал лаборатории отрицает свою принадлежность к этому происшествию, и даже об утечке SCP они не говорят ни слова. Поэтому все, кто будет находиться там, потенциально наши враги, поскольку будут защищать лабораторию. Я надеюсь, вы не думаете, что военные наёмники просто так сложат оружие и пропустят нас вовнутрь для того, чтобы мы во всём разобрались, правда ведь? Тогда в таком случае предлагаю вам собираться прямо сейчас и выдвигаться на место. Призраки, всем привет! С вами, как всегда, я Гост, и сегодня, как вы уже поняли, мы отправляемся на новую спецоперацию. В этот раз в лаборатории Лос-Антоса произошла утечка SCP, но вы уже обо всём слышали, и наша задача эту утечку устранить. Прямо сейчас я ознакомлю вас с некоторыми кадрами из лаборатории, которые нам удалось заполучить, чтобы немного прояснить ситуацию. Но перед этим обязательно прожмите кнопку лайка, ведь я очень сильно для вас постарался. Конечно же, подписывайтесь на канал, те, кто ещё не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также, призраки, вы сами знаете, какая сейчас обстановка на Ютубе, поэтому я в очередной раз призываю вас подписаться на мои каналы Яндекс.Дзен и, конечно же, Рутуб, куда я также, ребята, буду загружать ролики, в случае, если всё-таки Ютуб там закроют или ещё что-то подобное возникнет, мы с вами хотя бы не потеряем контакт, и вы будете продолжать смотреть мои ролики. Все ссылочки находятся в описании под этим роликом. Ну и, конечно же, ребята, как я и обещал, давайте покажу вам кадры из лаборатории. По нашей информации, в ту роковую ночь весь персонал, как обычно, вышел на работу. Рота военных находилась на территории лаборатории, обеспечивая безопасность. Мы считаем, что один из работников по ошибке выпустил опасного SCP на свободу, что повлекло катастрофу. Уже ближе к середине рабочего дня начались странности. Был замечен раненый учёный, а часть SCP покинула свои камеры. Нескольких из них удалось отловить и посадить обратно, однако какие-то экземпляры до сих пор на свободе. Мы проникнем в лабораторию через нижние этажи, когда докласс будет находиться в своих камерах. Ну вот, как-то так обстоят дела. Я предлагаю выдвигаться прямо сейчас, не тратя вообще ни секунды времени, ребята, поскольку SCP это очень опасные объекты. Ну вы и сами знаете, поэтому нам нужно как можно быстрее их отыскать. Так, парни, давайте усаживайтесь в тачку и будем уже ставить метку на лабораторию и выдвигаться туда. Вообще интересно, какие эксперименты проводят в лаборатории над SCP. Я вот всегда задумывался, что же такого реально там творится. Зачем им нужны эти объекты, что они хотят из них получить и вообще для чего они содержатся там в таком огромном количестве. Если вы, ребята, знаете, обязательно напишите в комментариях, какая главная цель содержания SCP в лаборатории и их изучение. И, конечно же, ребята, рассказывайте, какие у вас самые любимые объекты SCP. Ну или те, которых вы боитесь больше всего. Вот у меня тоже есть парочка таких объектов. Если вы угадаете в комментариях, что это за объекты, будьте просто красавчиком. Я думаю, что те, кто смотрит все мои ролики, уже прекрасно знают, какие объекты пугают меня больше всего. Ехать нам еще 4 километра, поэтому у вас, призраки, прямо сейчас есть время для того, чтобы сбегать на кухню, налить себе горячий чай или кофе, перехватить вкусняшки для того, чтобы смотреть было интереснее. Я вам как всегда желаю приятного аппетита. Конечно же, ребят, приятного просмотра. Рассказывайте там в комментариях, как у вас дела, что нового, чем занимаетесь, ребята. Обо всем обязательно пишите. Блин, какой все-таки жуткий чувак. Посмотрите на его лицо, блин. Это максимально странно выглядит. Ладно, пофиг. Ну он со мной, если еще ребята в команде, будет нам помогать. Вот, ребята, рассказывайте вообще, что у вас там происходит, как делы, чем занимаетесь в последние дни. И вот я тут, ребята, как вы знаете, немножко в шоке вообще от всего происходящего. Настроение, честно говоря, очень-очень плохое. Кстати, чтобы вы понимали, ребята, хочу вам немного рассказать. С сегодняшнего дня на Ютубе отключили монетизацию, ну, для российских каналов. То есть теперь большая часть каналов не будет зарабатывать деньги. Ну, как больше. Все, кто снимает для российской аудитории, не будут зарабатывать деньги с Ютуба, с российских просмотров. Вот так вот, ребята. Так что теперь шутки про то, что все блогеры окажутся там на улице, на заводах. Это вообще не смешно. Походу, ребята, так оно и будет. Ладно, будем, ребята, надеяться на лучшее. Главное, чтобы все вместе. Главное, что вы не отписываетесь, прибавляетесь. Каждый день новые у нас призраки в семье появляются. Ребята, огромное вам спасибо, что вы все это время со мной. Даже в такие тяжелые времена. Я тоже, ребята, с вами, с каждым из вас. Я надеюсь, что реально дальше все будет как раньше. Будем просто, ребята, с вами снимать крутые видео по GTA 5. Залипать в что-нибудь. Короче, просто развлекаться. По-моему, это самое главное. Так, ну что ж, давайте уже выдвигаться, ребята. Я предлагаю не заезжать в саму лабораторию. Поскольку, ну, вы сами понимаете, там находится охрана. Проникать мы с вами будем через нижние этажи. А для этого нужно добраться до воды. Так, парни, вы там что, решили прогулочкой заняться, а? Поднимаемся, блин, быстрее. Ходят, блин, со скоростью черепахи. Ах, ладно, ребят. Ну что ж, давайте осмотрим лабораторию. Так, ну, в целом, ничего такого я не вижу. Зачем мамочка убралась? Так, ребят. В целом, все спокойно. Охрана 100% находится на своих постах. Хорошо, что я туда не поехал. Ну и сама лаборатория выглядит достаточно... Достаточно тихой. Ладно, в таком случае будем выдвигаться поближе к воде. Для того, чтобы проплыть там вот так вот снизу по трубам канализационным. И уже оказаться внутри лабы. Я надеюсь, что дэп-персонал реально там уже разошелся весь. Потому что они могут попросту настучать начальству. Хотя, блин, дэшки что не сделают, а, дэшки обычные? Если там даже пару штук дэшек будет, я думаю, они будут молчать, когда въедут чуваков с пушками. Эй! Ребят, там наши просто потерялись, чтобы вы понимали. Где, блин? Да вы чё, прикалываетесь, что ли? Вы чё тут, блин? Реально? Решили, ребята, заняться какой-то прогулкой. Я чё вас ждать буду целыми днями? У нас такая спецоперация. Ребята, ну вообще, как с такими партнерами можно что-то проворачивать? Они вам, блин, даже не могут нормально добежать до меня. Хух, с горем пополам мы всё-таки добрались до воды. В следующий раз скажите мне, чтобы я этих двух чуваков с собой не брал. Потому что, ну, это что-то немыслимое. Ладно, всё оборудование, ребята, для погружения готово. Кислородный баллон заряжен в небольшом количестве на спине. Я думаю, этого вполне будет достаточно для того, чтобы проплыть под водой. Так, всё. В таком случае сейчас отплываем. И будем погружаться. Вот так, отлично. Всё, ребят, вперёд. Кстати, пока я плыву, ребят, напишите в комментариях какой-нибудь крутой фильм ужасов, который вы бы порекомендовали мне посмотреть. Я, ребят, смотрю практически все фильмы, которые вы мне пишите в комментариях. Реально топовые фильмы, циегодные сериалы, ребят, советуете. Вот, не так давно по вашей рекомендации я посмотрел сериальчик «Мы все мертвы». Вот, если вдруг не смотрели, посмотрите, прикольно. Там как ребята в Корее выживают во время зомби-апокалипсиса. Ну, так, знаете, достаточно интересно. Ну, прям необычно. Я тоже, когда учился в школе, так представлял прям, блин, а как бы это было вообще выживать в школе во время зомби-апокалипсиса. Короче, ребят, реально круто. Так, ну что ж, всё, мы с вами уже добрались до лаборатории. Сейчас будем всплывать и осматриваться. Надеюсь, что все дэшки разбежались. Так, я, если что, буду первый выходить. Так, сюда быстренько. Вот, отлично. Так. Вроде спокойно, никого здесь нет. Это хорошо. Так, давайте возьмём пистолет лучше. Потому что здесь такое закрытое пространство. Так. Дэшки. Нет никого. Кстати, прибрались. Здесь были куски мяса и кровь, насколько я видел по камерам. Сейчас нет ничего из этого. Очень хорошо. Так, парни! Парни, всё, заходим. Кстати, уже сам факт того, что на нижних этажах лаборатории нету охраны, которая обычно здесь находится, говорит о том, что действительно произошла какая-то катастрофа. Ну, это необычно. Я думаю, что по этим этажам, скорее всего, и сбежал какой-нибудь SCP, который наверняка перебил всю охрану. Отсюда и были эти куски мяса на полу. Так, осматриваемся на всякий. Ох ты, блин! Пассажир там стоит, ребят! Я... И я, ребята, на самом деле ожидал, что здесь никого не будет. Так, ладно, давайте к нему аккуратненько подойдём. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокойно. Так, ударчик! Без лишнего шума. Вот так вот обезвредили. Всё шикарно. Так. Берём обратно ВП-шку в руки. Лифт. Работает? Так. Да, работает. Всё шикарно. Можно подниматься наверх. Фух, ребят, ну что, сейчас заснётся у нас самое интересное, блин. Я думаю, персонал уже здесь. Да, ребят. Все работники. Вот и первый пошёл отсюда. Отлично, ребят. Всё, начинаем штурм. Стреляем только под тем... Откуда? А вот здесь ещё. Никаку тут оказался. Стреляем только под тем, кто оказывает сопротивление. Офигетик сколько там. Целая толпа. Вы что пытаетесь из друга пострелить через бронированное стекло? Вы серьёзно? Так. Первый. Лучше вот так пострелять. Офигетик там толпа. Реально целая. Так, дробовик в руки. Ты что там лежишь стреляешь? Получи уже. Всё. Закончили. Нифига у него ствол даже есть. Даже у учёных. Ну все, ребят, кто оказывает сопротивление, будут убиты. Нам нужно пробраться вовнутрь, чтобы вообще разузнать, что здесь произошло. Так. Офигеть реально народу просто дофига. Так ты куда штурмуешь? Не лезь, тебя аж положат. Блин, ранили его. Вот же ж, блин. Так. Сейчас добьют уже. Не-не-не, жив-жив-жив-жив. Броник просто засейвал. Отлично. Всё, ребят, заходим. Блин, как дробовичок отрабатывает. Шикарно, блин. Хорошо, что я его взял. Так, заходим с эмочкой теперь. Ну чё, кто у нас тут? Целая толпа уже. Трупов. Сейчас ещё одна будет, ребят. Блин, нормально так настрелят. У меня уже столько хп снесено. Офигетик там. Вот, получите, блин. Это, ребята, просто какая-то мясорубка. Дали бы ей просто зайти вовнутрь и всё, ребят. Всё бы это закончилось. Не было бы никакой перестрелки. Так, ладно, хорошо. Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Так, занимаем следующую позицию. Но они потихоньку заканчиваются. Потихоньку заканчиваются. Так. Здесь есть кто-нибудь? Нет, всё отлично. Камера. А где SCP? По-моему, по камере здесь был какой-то SCP, насколько я видел. Так, не говорите мне, что ещё кто-то сбежал. Ещё военные. Блин, жесть, сколько их. Так, всё хорошо. И все очень прям вооружены так. Отлично, я бы сказал. Прямо как мы, ребят. Ну, мы сейчас работаем на частную военную компанию, которая специализируется как раз на подобных катастрофах. Поэтому у нас самое лучшее снаряжение. Но и охранники военные в лаборатории тоже не промах. Так, ещё одна камера без SCP. Соответственно, доказательства того, что они отсюда сбежали. А никак это не собирались, да, нам объяснять? Никак не собирались говорить, что в городе сейчас, возможно, броит какой-то опасный объектик, который может просто перебить всё население Лос-Антоса. Ну, вот так вот, блин. Ну, чё? Кто-то ещё остался у нас? Так, проходим. Ох ты, блин! И ты получил! Вот, нормально такая комбушка. Шикарно, ребята. Кстати, ребят, расскажите, как думаете вообще? Какие SCP могли сбежать из лаборатории? Вот по вашему мнению. Пишите прям любого SCP-шника, давайте штуки две напишите хотя бы, потому что я не думаю, что сбежал один. Наверняка сбежали вообще несколько. Ты чё там, блин, до сих пор стреляет? Вот, ребят, попытайтесь угадать в комментах. Так, военное оружие. Ну, ничего страшного. Понятно, что тут на военном объекте у нас будет оружие. Чувак, блин, просто невидимый был. Чё за технологии такие? Офигеть. Ну, походу, что-то испытывали такое, да? Невидимые, блин, какие-нибудь костюмы, либо что-то в этом роде. Ладно, окей. Сколько их ещё осталось тут? Кто-то пытается на улицу убежать? Не даём им это сделать. Они могут дальше сообщить, оставшимся охранникам, о том, что здесь пробрались чуваки. Я сейчас на военной кампании. Для того, чтобы всё зачистить. Так. Кто? Где? Ещё слышу кого-то. На улицу уже выбрались. Так, этого разбираем. Разбираем. Блин, перезарядка. Давай. Вот, отлично. Всё, 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 всё. Зачистил. Ребят, с лабораторией закончено. Кто ещё? Эй, а, вон. Ну, зря ты сунулся, братан. Ещё бегут. Вы откуда там берётесь? А, блин, они уже с дальних блокпостов пошли. Блин, вот это очень плохо. Блин, ладно, всё. Заканчиваем, ребят, с ними. Нам нужно разобраться вообще, где находится объект SCP. Я в лаборатории ничего не заметил. То есть, лаборатория полностью чиста. Так, мои чуваки остались там внутри, насколько я понял, раз их рядом со мной нету. Значит, они прямо сейчас занимаются поиском каких-то следов, которые смогли бы привести на этот объект. Давайте я тоже сейчас этим займусь, попробую что-нибудь отыскать. Браво! Браво, вы где? Ребят, я бойцов своих не могу найти. Чё за фигня? Чёрт! Одного ранили, походу. Я чё-то не заметил даже. Так, где второй? Второго надо отыскать. Может, у лифта остался? Эй! Чё за бред? Может, просто застрял? Так. Нет, никого нет. А где он, блин? Ребят, я реально не могу бойца ещё одного отыскать. Где? ЧЕГО? Чё за фигня? Мы же... Ребят, мы тут всех зачистили. Кто их убил? Как это просто могло произойти? Йоу! Что со светом? Куда делся свет? Ребят? Погодите. Вот это мне сейчас не нравится. Вот же ж, блин. Так, давай я мочку в руки. Фонарика нет мне. Так, ппшку. Хорошо. Эта тварь где-то рядом. Я, ребят, думаю, это и сепишник их положил. Пытаюсь, ребят, сейчас слушать внимательно. Может быть, кто-то очень близко. Тишина кромешная. Я бы сказал, гробовая. Тихо. Ребят, он где-то здесь. Оно где-то здесь. Так. Ладно, потопали. Фух, блин. Вот это и начинается что-то интересное. Все камеры пустые. Откуда оно могло выбраться? Походу, спряталось в каких-то технических помещениях. Это что, был за звук такой? Стрельба на улице? Ребят, походу, стрельба на улице. А поскольку у меня и моих бойцов там нет... Ау! Откуда? Кто это делает? Опять чувак просто невидимый. Он и стрелял. Я думал, что там с кем-то на улице сражаются. С сепишником. Тихо, 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 ребят. Оно где-то очень близко. Фух, чё ж, блин. Эта тварь нас перехитрила. Я убил всех военных, которые здесь были со своей командой. Для того, чтобы отыскать эту тварь. Она просто дождалась того момента. Я думаю, что военные что-то скрывают. Но, походу, тварь просто смогла скрыться. И как раз таки это не говорит. Для того, чтобы не вызвать... Общего... Резонанса. Ну да, понятно, короче. Блин, вот я за это и не люблю ученых военных. Из-за них происходят всякие неприятности потом. Наподобие зомби-вирусов и прочей дрени. И самое тупое, что... Как только я всех перебил... ССП-шник вышел. Он умный. Блин, а я знаю лишь... Немногих умных ССП, ребят. У меня сейчас самые плохие опасения. Я знаю, где эта тварь. Она на улице сейчас. Она просто будет ждать нас на улице. Так. Ну где ты, блин? Давай, выходи. Вся лаборатория просто отрублена от цвета, кстати. Давай, давай, выходи. Вау! Черт побери! Это что, было нафиг? Нет, это скромник! Ребят, я так и думал, блин! Ауч! У нас огромные проблемы, блин! Военные по мне продолжают стрелять! Да отвали ты! Офигеть! Он меня сейчас просто на части порвет, ребята! Просто на части! Ау! Неплохо так по башке задел. Отвали, блин! Отвали от меня! Не надо меня трогать! Ауч! Ребята, это очень плохо! Прям жесть! Насколько! Он что, блин, с военными заодно, что ли? Почему он на них не нападает? Я не понял. Так, надо от них для начала избавиться. Они просто меня могут убить. Иди отсюда, блин! Проваливай! О, кстати, свет дали! Офигенно! Так! Он куда-то, ребята, пытается пробраться за территорию лаборатории, потому что сейчас ко мне полетит. Да-да-да! Ох, блин! Военные? Ау! Они вертик послали! С тачкой! Смотрите, просто катаются тут, вырезают! Э-э-э! По мне не стреляй, пожалуйста! Получи, блин, по бошке! Вот так тебе! Офигеть! Офигеть! Это, ребята, очень опасный противник. Ты по мне будешь стрелять, да? На, получи тогда. Я более чем время, ребята, чтобы по мне стрелял. Если бы сейчас повернулся. Ха-ха! Не попал, блин! А теперь просто вот так вот лови в бошку. Если он так будет и дальше продолжать фигачить, и этот, блин, военный тоже, то мне будет очень плохо. Давай в голову! Уклонились? Хорошо, хорошо! Блин, да... Чё за жесть? Так, он куда-то убегает. Второй вертик прилетел. Шикарно, шикарно. Так, военный... Смотрите, перестали меня мочить. Красавцы побежали просто на улицу. Кто куда, как говорится, поняли, что пахнет жареным. Скромник никого не пожалеет! Как и моих бойцов тоже. Всех перебьет нафиг. Окей, ещё одна военная тачка уничтожена. Хорошо. Мы с вами теряем, ребят, всё больше и больше сил. Хотя бы какие-то у нас союзники были. Их просто скромник разбирает. Да чё за жесть? С чего ему настреливать просто? А вот так вот сейчас, ребят, будем стоять просто. И фигачить ему по башке, короче. Да ну, блин! Так, ладно, надо дробаш брать. Надо брать дробаш, потому что по-другому не получится уже. Да ну! Хватит! Он меня зажал! Оу! Он меня просто как игрушку швыряет. Ох, скромник это один из моих самых, блин, нелюбимых осипи. Кстати, кто указал в комментариях, просто лайк, ребят, красавцы. Потому что скромник это вообще жизнь. Да ты чё, блин! И по мне, и по скромнику стрелять. О! Он, походу, сбил вертик, да? Как я понимаю. Да лови, блин! Давай! Ох, не хватило. Обоимы даже не хватает. Для того, чтобы ему настрелять. Всё нафиг, готов, блин! Вот так вот сложился. Немного там не хватило моих выстрелов, чтобы положить этот вертик закончил. Так, а теперь вы, чуваки, получайте нафиг. Вот так вот вам. Чё, хватило, а? Кто по мне там настреливал? С своих вертолётов. На землю, я сказал. Сейчас, ребят, просто упали. Интересно, сколько надо будет патронов, чтобы вертик свалить. Вообще. А проще он туда стрелять, кстати, в хвост. Он на месте просто и тупит. А чё ты на месте стоишь? Эм. Ну ладно, окей. Пусть стоит, короче, тогда. Видимо, передумали, по-моему, стрелять. Оу-оу-оу-оу! Так, начали-начали снова, я понял. Ребята, быстрее тачку хватаем, короче, сваливаем. Он там сам сейчас убьётся, вон. Да, я говорил. Ха-ха! Ой-ой-ой, тачка вообще кранты просто. Так, вперёд-перёд-перёд! Бойцов не осталось, ребят, бойцов не осталось. Нас некого забирать, я даже никого не буду дождаться. Просто сваливаю быстрее с территории лаборатории. И не факт, что это был вообще последний SCP, который здесь обитал. Понять себе, вероятно, что есть ещё кто-то. Скорее всего, кто-то уже сбежал и просто успел выбраться отсюда, с этого места. Может, даже где-то в городе сейчас. Короче, дела очень фиговы, ребята. Мы с вами столкнулись реально с опасным противником. И я не знаю, сколько их ещё. Короче, в любом случае, призраки, если вы захотите увидеть продолжение всей этой истории нашей команды Браво, то обязательно поставьте лайк под этим роликом прямо сейчас. Подпишитесь на канал, чтобы вступить с ними призраков и нажмите на колокольчик. Обязательно не забудьте заглянуть на мои каналы Рутуб и, конечно же, Яндекс.Зен, куда я также буду заливать ролики, ребята. И на случай, если что-то произойдёт, мы реально с вами будем хотя бы там иметь какой-то контакт. Вы будете смотреть мои видосы, да, я с вами буду общаться. Короче, это очень важно сейчас в данный момент, ребят. Я надеюсь, что меня поддержите, как бы, и выполните мою такую, ну, реально, небольшую просьбу. Огромное, ребята, вам всем спасибо. Смотрите, просто бежит, а. Ну ты, блин, а, крыса лабораторская. Значит, такой тут натворил делоп и решил сбежать. Да ничего, блин. Я никого не отпущу уже. После того, что тут произошло, зная, как всё пытались скрыть просто и допустили. То, что вырвались такие опасные СИПи на свободу. Не, ребят, вообще ни за что. Ну что ж, призраки, давайте, короче, увидимся уже завтра на новом ролике. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok